Доброго времени суток, служивые мои! Добро пожаловать на канал FoxTales! С вами Катерина и Police Shutout! Итак, у нас остался один квест. Надеюсь, откроется потом еще какой-нибудь интересный, загадочный и замечательный. Но сейчас у нас есть брошенный автомобиль и давай узнаем, что же там у нас будет за миссия. Как я думаю, возможно, эта миссия связана с нашим пропавшим братом Джеком, который, оказывается, замерзан во всяких незаконных махинациях. Но так часто бывает. В одной семье один братец умненький, разумненький полицейский, а другой, блин, пошел по темненькой дорожке в терновый куст. Так вот, мы должны найти нашего братца, акробатца, и вернуть его на путь истинный. А может быть, а может быть, здесь просто будет такое какое-нибудь НЛОшно-аномальное задание? Потому что, видишь, ночь, темно и мост. Да-да-да. Так, давай читать. Что у нас есть? В районе заброшенных складов найден брошенный автомобиль. Ничего больше нам не понятненько. Значит, разбираемся сами, подключаем наши мозги. Мозги у нас умные, красивые, и проверить машину задание есть. Первый раз, кстати, у нас новая локация появилась. Абсолютно новая и свободная от каких-либо ограничений. Подожди, сообщите о брошенном автомобиле. Давай по порядку. Как мы с тобой любим? Мы прибыли на место, я нашел брошенный автомобиль, передаю номер. Это помехи связи, да? Спутник такой себе. Алло, я вас слышу. Черт, в этой глуши не ловит. Я попробую подняться повыше, ждите сигнал, конец связи. Не смогли мы передать информацию. Попытайтесь проникнуть на крышу и проверьте, есть ли связь. Я так думаю, на крышу какого-нибудь здания нет связи. И что у нас здесь? И давай, дверь открыта, двигатель работает, лучше его изучить. И кровища! У кого-то носом кровь пошла. Я не знаю, как так надо сбить человека, чтобы тут кровища осталось. Может, это зайчик-попрыгайчик напрыгнул на машинку сзади. Он говорит, ну все, жизнь меня не мила. Лиса меня съесть хочет. Погоди, как ты прям налетел, а? На бордюрчик. Ну пошли на территорию комплекса. Узнаем, что там есть. Машина кровоточащая останется позади. Я думаю, надо достать оружие, потому что тьма и страх складских помещений меня пугает. А вот еще кровь и лопата. Да я не могу отчет по рации. Сообщите о следах крови. Черт, вы меня слышите? У меня тут свежие следы крови. Прием! Не слышит. Именно сейчас надо было связи вот этой вот старлинку Илона Маска отключиться. Ё-моё, спутник, ну лови лучше сигнальки мои. Может быть, шапочку для фольги надо было надеть. Смотри, лопата стоит. И кровь. Очень много крови. Очень-очень много крови. Лопата как бы вот предполагает, что где-то возможен закопка трупа. Закопка трупа. А свежие следы я должен немедленно доложить. Да я пытаюсь. И осмотреться. Нам прям так и накидывают. Говорит, осмотрись, Катя. Осмотрись. Хоть нихрена не видно. А чтобы стало лучше видно, есть ли у нас фонарик. А у нас есть фонарик, и мы умные его применим. А как? Ну, пусть будет хотя бы так. Хотя бы чуть-чуть небольшая подсветочка нам есть. Эта дверь не активна. Ясно, понятно. Смотри, как вырвали дверь с корнем. Куда не пройти? Странные дела. Очень странные дела здесь. Я тебя вижу! Я вас вижу! Их видишь? Их до хрена! Это сектанты-ночники. Я не пойду. Ух! Меня сейчас отхухонзит. Отхухонзит меня по полной. Что мы делаем? Значит, долой фонарик, вперед. А где пистолет? Так, руки я взяла. Вот моя. Ушечка моя, не игрушечка всем. Давай попробуем ниндзягой побыть. Потихонечку. Банда какая-то захватил, значит, заложник. Так, налево или направо, где он меня увидит? Тихо-тихо-тихо-ти. Ай, ты мне не даешь выбора. Как думаешь, к этим бакам подкрасться или к тем? Давай вот к этим по стеночке. По стеночке. И шокера бы сжахнуть у него. Но! Тот меня увидит, понимаешь? Так. Черт! Что мне делать? Не знаю. Узнать, что творится. Да нет, всякие непотребства творятся здесь непонятные. Я думаю, что, скорее всего, разборка двух банд. Кого-то взяли в заложники, привезли сюда для попыток-пыток. У меня есть электрушок. Могу я его вот? Блин. Уровень моей меткости растяжка, а? Может, мы его сюда позовем, он, типа, напорится на него? Нет. Если я пойду с этой, с плюшечкой, бамбушечкой. Он меня убьет. Если я пойду сейчас к нему с батоном, он меня грохнет. Они меня всегда убивают. Вот всегда убивают меня. Я не хочу вызвать. Нет, давай с оружием пойдем. Они еще слепые? Слушай-ка, они слепые. Я тебе говорю, они слепые. Нет, все. У нас гости Майкс, бегай, обеспечь сохранность товара. Я им займусь. Я тебе говорю, какие-то банды. Томас, Томас, ты из какой банды? Расскажи. Немедленно брось оружие, говорю я. Ничего не выйдет, сдохни. Фу-у-у-у. А я по... Понимаешь, мужик, вот тебе не повезло, конкретулечки. Не повезло, потому что я вот шохер, шохер использовала. Шохернулась и не туда, куда надо. Давай присядем. Сделка у них здесь была, понимаешь? Та самая сделочка, когда вот... Ай! Когда вот случилась всякая беда. Подозреваемый был убит. Не со зла, не со зла все это мной было сделано. Скорее всего, порошковая сделка у них здесь была. Потом что-то пошло не по плану. Они начали стреляться, убиваться, сбиваться. Вот как у красавчик растянулся. Иди сюда. Ручку покажи. Ой, хорош, хорош. Вот. И все. И мы тут накрыли эту огромную сделочку. Сейчас мы просто всех перестреляем. И все. И будет добро и справедливость торжествовать. Но опять же, причем лопата. Найти сбежавшего преступника. Так это мы найдем. Все-таки я предполагаю, что у них есть заложник. Лопата и заложник это взаимосвязка. Взаимосвязка. Дай присядем. А куда он сбежал? Ути-пути-пути, приступути. Куда ты делся-то? Алло, родимый. Игра, я тут на колени хожу. Есть у нас здесь какие-то... Я тебе говорю... Видишь? Видишь? Я тебе сказала, что есть заложник. А вот он, пожалуйте. Здравствуйте. Боишься? Давай поговорим. Подожди, не стреляй. У меня нет оружия. Я тебе говорю, заложник. Тебя лопатой грели. Говори, что здесь происходит. Откуда кровь и что вы здесь делаете? Давай. Меня в это в темноре не было выбора. Ого. Как я могу попасть на крышу? Давай спросим сразу. На крышу? Зачем на крышу? Где-то в задней части склада есть лестница. Но там ворота, они на 100% заперты. Ключ наверняка есть у одного из охранников. Их на крышу заперт. Хорошо. Так, подробности. Кто? Кто за это отвечает? Не знаю. Я видел, как начальник с кем-то разговаривал. Но я не знаю. Они оба были в бешенстве. Как будто на стоп... Короче, что-то накрылось. Не знаю, что. Клянусь. Сделочка, говорю. Мне нужны подробности. Ты мне вти... А ты мне втираешь. Говори, что здесь происходит. Я... Они... Черт, они меня убьют, если я скажу. Они похищают... Похищают людей. Детей богачей. Записывают видео и требуют выкуп. Обычно они получают... Кто они? Кто? Ну, они. Люди отсюда. Сотрудники. Но не босс. Босс только планирует следить за тем, чтобы никто не напортачил. Больше я ничего не знаю. Я в этом не участвую. Клянусь. Так что ты здесь тогда делаешь? У меня есть долги. Я должен у них много денег и не могу венуть. Поэтому они сказали работать здесь, на них. Понял как? Я слышал чьи-то крики. Где этот человек? Говори. Я отведу тебя к нему, если поможешь мне выбраться из этого дерьма. Это еще один похищенный ради больших бабок. Веди. Понял? Понял, что происходит? Понял? Значит, сотруднички, складик такие, решили организовать гаражное ОПГ. ОПГ говорит, мы будем детей, богачей, немножко себе вот на грудь забирать и денежки с их родителей вымогать. А вот тут я как-то вот машинка брошена. А знаешь, почему машина сброшена? Потому что один детеныш оказался очень умный и сбежал. Сбежал. Они его лопатой, значит, по затылочку огрели, но он все равно, он говорит, у меня мозги как бы есть, но они расплылись. И поэтому, поэтому он сбежал, где-то бегает. Они его, наверное, догнали, кровью обдали, и мы сейчас его будем спасать. Спасать, да, проникнуть на крышу, так мы проникнем. Давай не на променаде же, чуть-чуть побыстрее. У нас там заложник. Его надо, это, отзаложнить. Быстрее, быстрее. Че, че, че? Все, что ли? Куда? Ах ты ж, тварина ты очкоглазая, а? Вот дает, вот дает. Ты видела, а? Убегай из лов... А, я прям должна убегать из ловушки? Подожди, ну я вижу. Закрыто. А че они мне сделают? Дымовуху закидают? Папара-пам, а я увидела. Давай, почитаем. Мне нужно сбежать из этого помещения, прежде чем он приведет дружку. А, понятно, понятно, понятно. Тогда торопимся, тогда. Шнелли, шнелли, ай-лю-лю. Я тебя люблю-лю-лю. Я тебя и не люблю. Я тебя немножечко убью. Хе-хе-хе-хе-хе. Он прям на меня смотрел. Блин. Так. Сейчас я посмотрю, куда он пойдет. Попробуем обезвредить его нашим способом... Нашим способом подкрадывания и давления его ног в землю. Там кто-то собачку мучает. Собачку кто-то мучает. Сколько он стоит? Прилично стоит. Все понятно. В следующий раз идем. И идем прям на полных ногах. Прям на полных. Да? Или есть у нас достаточно времени на подкор... Вот век вот на карачках. Как ее четко сработало. Где ты, мой хороший? Люблю мужчин в позе лежа. Ох, я сверху. Так. Наручники надеваем. Хе-хе. Мне понравилось. Есть. Четкая работа. Четкая. Я прям... Я прям чем дольше служу, тем больше обучаюсь. Так, давай это вот прочитаем быстренько, чтобы мне не висело. Обезврежен один. Надо бы как бы отчетно сделать. Ну-ка, расскажи мне. Я сдал. Че ты хочешь? Ой, какой-то бородат. Ты как что? Мне нужна информация. Дурашечка моя лысенькая. Что здесь происходит? Глупо. Да вы слепые. Вы об этом не знаете. Если об этом не знаете. Или это для вас слишком сложно. Хе-хе. Это как гнусавая. Мамка тебе в детстве на яйца наступила, и ты поэтому пищишь. Да? Вот это вот. Вот только этому объясняется твой голос. Я бы на твоем месте не забаскалил. У тебя проблемы, а дальше будет еще худше. Лучше помоги. Помнишь, ты что, прикалываешься? Скорость уже получилась бочку за проваленное дело. Главарь в беженстве, потому что на него сверху давит. А ты хочешь, чтобы я стучал? Пошел ты, легавый. Это что еще за неудачное дело? Я хорошо видел, как похищали человека. У тебя деловая охватка. Так, чтобы дело было удачно, папаша должен все заплатить. И не свалить в Мексику и на все наплевать. Даже на звонки. Опа-на-па-на-па. Это значит, папенька, папенька бросил сыночку своему похищенному. Говорит, сынуля, как бы ты мне дорог, но мексиканочки, это вот это, ром, мартини и сигары мне лучше заходить. Люди часто слышали, как подозреваемый приходил в ярости из-за приказов сверху. Ну, сверху это вот когда начальник орет. Иногда подозреваемый избивал одного из своих людей. Чаще всего из-за него после неудачных операций. И мы узнали, что отец заложника уехал в Мексику, не отвечает на звонки похитителя. Но он же не знал, понять, простить его надо. Он там в этом, бегает вот в этой шапке, шапке, как она называется. А мы того забрали оружие? Я не помню. Я, по-моему, у другого. Он придавил своим телом оружие. Я не смогла его забрать, потому что просто не увидела, понимаешь? Телефона. О чем у нас тут в телефоне? Мы находим в телефоне сообщение от подозреваемого. Завтра нагрянет босс. Приберитесь в клетках. Людей в клетках держали. Мы находим в телефоне сообщение, которое позволяет предположить, что подозреваемый плюет на приказы и хочет закончить с этим дерьмом. Я нашел телефон, который, скорее всего, принадлежал одному из преступников или жертве. Скорее всего, преступников, раз он тут смс-ки всякие присылает. Давай включим свет. А ну, типа. Больше ничего тут и нет. Это дальше, Пушечка. Пошли колотусить. Ты мне больше ничего не скажешь, да? На мне о чем говорить. Ну и все. Мне в тюрьме понравится. Там таких пескоголосых любят. Что еще? Найти похищенного Челдобрека. Попытаться проникнуть на крышу. Мышка, ты че тут? Че тут проводом размахиваешь? Людей тут вводишь в ступор. А, у меня же ключ есть. Так выглядывай, как будто я... А, ну вон, 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 вон у тела. Это мы с той стороны обошли. Я поняла. Сейчас вот этого дурачка пододвинем. Слышь, ты где там? Пистолет покорежен. Или я забирала пистолет? Нет, не забирала. Ласточка моя, ты пистолет-то отдай, а? Такой смешной. Смотри, как будто голову я ему отстрелила. Ладно. Теперь, мы с тобой вышли, значит, закольцевались. И куда теперь деваться-то? Что-то не пройти. Уже две лопаты. Сахоронное бюро впору открывать. А, вон, вон, дверь открылась. Подожди, подожди, при чем зачесалась? К дождю пулевому сейчас будет перестрелка. А мне надо перезарядиться? Давай перезарядимся. А я перезаряжена. А что ты тогда мне говоришь? Я вижу. Слушайте, ну он прям в лоб стоит. Ну он прям вот как бык на Родео вызывает меня на бой честный. А я не хочу по-честному с ним биться. Как бы мне... Как бы мне обойти? А вот здесь что, у нас дверь? Нет. Ну, по сути, только мне сюда идти. Больше некуда. Ключ я применила, все применила. Ну, пошли разговаривать. Надо вот сюда быстро перебежать, чтобы потом в него хорошо стрелять. Фи. Мужик, а может, я тебе... Может, ты глазки моргнешь надольше? Я тебя это просто вот, ну, обезврежу. Ну, обезврежу. Видите, он повернулся. Угоди. Может, он сейчас повернется? А, нет, ну он как-то это лагает просто. Ну, давай позовем, дай поговорим с тобой. Джексон. Ого, ты к нам пожаловал. Бросай оружие, я не буду повторять дважды. Ты не должен. Ёля Попоп! А почему меня только, извините? Есть один. Я что-то это, нажала, выбрать свой дробовик хотела. Круто, вон он у меня. Мужик, ты вообще, вот я бы с тобой, может, поговорила. Но ты как-то вообще агрессивничаешь. Видал, как я умею? Третий подозреваемый убит. Всех ухохандало. Ухохандало всех. Я бы поговорила. Знаешь, что не хватает? У нас там в прокачке был заряд лишний электрошока или не было? Вот не помню. Вот не помню, хоть убей меня. Ну, не, давай так прикручивать. К дождю, к дождю, к холоду, к холоду, как кошечка лапкой, когда мордочку прячут под лапкой, да, к холодам. Это народная примета. Вот метеорологи, гесметио, вот это все врет. Врут подлюки насчет прогноза погоды, постоянно ошибаются. У них прогноз каждый час меняется. Но кошенька, кошенька зимой не врет никогда. Если кошенька свернулась клубочечком, значит, морозы грядут надевая свои вот эти льветовые подштаники. И будет тебе радость. Так, куда нам идти? Ну, пойдем сюда. Больше я, в принципе, пути не вижу. Мне очень плохо. Мне очень плохо по моему здоровицу. Как ты сам видишь. Сколько их здесь было? Мужик, ты где? Заныкался? Где ты заныкался? Они его сами заныкали? Или он сам заныкался, сбегая? Вот он. Подожди. Дурачок, я с тобой разговаривала уже, а, Лед? Ну, ты что? Что? Ты еще жив? Это он меня в ловушку загнал. Усатый, полосатый. Теперь поговорим по-другому, пройдоха. Я в тех коленные чашки попростреливал. Он бы запел соловьем. Нет, пожалуйста, там, там его держат. Это сын какой-то бизнесмен. Я должен был тебя запереть, иначе бы они добрались до меня. Ты должен мне верить. Ого, 10 раз. Держи карман шире. Ключ, давай ключ от комнаты с этим мальчиком и прекрати дурака валить. Потому я потеряю... Ну, короче, я потеряю терпение. Подожди, ты не понимаешь. Я все сказал. В отделении по-другому запоешь. Нет, я не буду стучать. Я не скажу больше... Я не скажу больше, чем ты знаешь. Босс не такой плохой, как ты думаешь. Недавно он взял на себя вину за последнее дело, хотя это не он. На парке стачил. Так он спас задницу одного из парней. Да мне вообще пофигу. Надо же, какая добрая душа. Это твой босс. Скончай пару чушь, ясно? Сюда давай ключ, быстренько. Вот. Мне бошку оторвут, когда узнают. Выпусти меня. Ага, конечно. Еще денег тебе подкину. Билет в страну без экстрадиции. Я тебе ее оторву, если не перестанешь скулить. Ты арестован, ловкач. Давай его арестуем. Некоторый перевод здесь так классно сделан, адаптирован. Типа, ну, ты скулить там будешь, да, ловкач. Такие классненькие словечки. Но бывают такие ошибки простые. Там кто-то, что-то. Оно как-то построено неправильно. Немножечко теряешься при чтении. Но в целом здорово сделано. Так, сын бизнесмена. Это мы поняли, похищен. Босс спросил, кто облажался в последний раз. Подозреваемый взял вину на себя, хотя был виноват кто-то из его людей. Ключик у нас есть. И еще этот обезвреженный. Подожди, нога зачесалась. Ой, у меня же две ноги. А то одна чешется, то другая. А то одна, то другая. Хорошо, третьей нет. Тут тоже чесалось. Хорошо, пойдем искать вот этого бедного горемыку, бедолагу. Так, ощущение, что пожар где-то начинается. А я не пожарник. Я бы поиграла в симулятор пожарника, но его нет. Вон он. Так, я тебя не знаю, поэтому приготовлю пистолетик. А, это водичка капает? Ну, тогда пожара можно не опасаться. Смотри, все по-взрослому. Андрюшенька, Андрюшенька, ну это, умоляю, помоги мне быстро. Ах, ты ж закашка, а? Посмотри, Зак подобрался. Похоже, вы потерялись. Ну, похоже, мы с тобой сейчас будем говорить. Мне кажется, ты в полном дерьме сдавайся, бросай оружие. Что у нас по аргументам? Два хороших аргумента, два плохих аргумента. Четыре из пяти одного аргумента мы с тобой не добились, но потому что, наверное, убили. Убили вот тех вот, которые на меня вначале пушку наставили. Значит, смотрим, что можно сказать. За ним стоит более серьезная фигура. Один из людей на складе видел подозреваемого с другим опасным типом. Вроде у него были претензии из-за последнего дела. Мы находим в телефоне сообщение от подозреваемого. Завтра нагрянет босс, приберитесь в клетках. Он плевать хотел на своих людей. Не, ну это не, наверное, иногда подозреваемый сбивал одного из своих людей. Чаще всего после неудачных операций. Когда босс спросил, кто облажался в последний раз, подозреваемый взял вину на себя. Ну тогда это, наверное, не подходит. Если он хотел плевать на своих людей, мне не нравится это. Он не любит пачкать руки. Тут вообще нет никакой информации. От человека на складе мы знаем, что подозреваемый никогда не участвовал в похищениях в одиночку. Понятно, что неудобно. Он не любил слепо выполнить приказ. Мы находим в телефоне сообщение, которое позволяет предположить, что подозреваемый плюет на приказ и хочет закончить с этим дерьмом. Люди часто слышали, как подозреваемый приходил в ярости из-за приказов сверху. Давай скажем, что за ним стоит более серьезная фигура. Я знаю, что ты не контролируешь все это. С тобой кто-то командует. Тебя с ними видели. Он был недоволен. Хочешь рискнуть? Это люди без моральных принципов. Тоже мне открыл Америку. Принципы. Ха, да кого они сегодня есть? Ты боишься тех, кому ты подчиняешься? Ты приказал своим людям прибраться в клетках. Ты, то есть, избавиться от заложников, за которых вы не получили бабки? Знаешь, еще пара таких номеров, и следующие в клетке можешь оказаться ты. Ого, ты якобы можешь мне помочь этого сбежать. Ты даже не знаешь, с кем связался. Пушка-бомба. Отлично. Мы вот этой вот китайской пыткой, когда водичка кап-кап-кап-кап на бошку додавим. Сейчас надо понять, какой хороший аргумент. Он у нас остался один. И в целом он, возможно, сдастся. Можно, кстати, взять подсказку, чтобы и не париться. Я не хочу его стрелять, убивать. Не хочу. Вот это вот не возьму. Он не любит слепо выполнять приказы. Можно это? Давай проверим. Да, хочу попробовать. Да, я так его, в принципе, и выбрала бы. Это подтвердили. Давай его. Тебе нужно следить за тем, кому и что ты отправляешь. СМС бывает коварно. Ты плевал на приказы. Решил покончить с этим дерьмом? Тогда положи оружие, начни говорить по-человечески. Две другие карточки содержали очень мало информации. Там отсутствовало, тут отсутствовало ее. В любом случае, глупо было бы выбирать. Классно выбрали. Или что? Пожалуйста, на меня. Это просто глупая СМС. Тебе ведь это достало? Тебя бесит приказы сверху, и все это слышит и видит. Все это слышит и видит. Ты ведь сам понимаешь, что есть способ покончить с этим раз и навсегда. Сдай мне всех. Может, у меня есть... Чего тебе надо? Ой, ну все, завершаем переговорчики. Хорошо, отпусти меня. Я тебя не застрелю. Не сегодня. Я тебя не собираюсь отпускать. Че, дурак, что ли? А, все. Клевенький. Вы прямо это... Умненький. Арестован. Давай, ручки. Как я люблю... За спину. Говорит, суставы болят, остеохондроз. А мне пофигу. Я надеваю наручники и рада. Сделали мы, значит. Обезвредили. Не убили. Я где-то видела, как будто, знаешь... Где-то здесь мигала аптечка. А нет, ключ мигал. Ключ от тюрьмы. Ух ты. Сейчас, погоди. Давай к мужику подойдем. Он говорит, я уже не могу. Вода льется, я ссать хочу. Смотри, какие сандалеты модные. А где носки до колен? Ты че, не по моде надет, а? Что? Моральев в жопе, что ли? Так это с тебя кровь вытекает. Боже мой, родимый. Развязали. Ты пытался, что ли, так развязать? Ты же безопасный. Ну, как тебе сказать? Да, все преступники арестованы. И у входа в комплекс стоит моя патрульная машина. Я отвезу тебя в участок. Он говорит, ну ладно, догоняй меня, семер, козлятушек. Угу. Ты хоть показания мне какие-то дал, да? Хоть бы рассказал. Как оно тут быть... Онлифанс, блин, модели. Ну, как это? Посмотри, цепи. БДСМ полнейшая. Ролевуха. Пошли другие гримык освобождать. Видишь, кто-то сидит. Что-то мне вообще тут плохенько. Привет. Скот? Скот. Это брат наш, братюня. Я же тебе говорю, мы братика. Это мое сердечко. Вот это близнецов. Они же близнецы. Я думаю, мы со Скотом, с Джеком, близнецы наверняка. Она прям чуяла, чуяла, что мы здесь найдем его. Джек, черт, Джек, это ты! Джек, кретин, во что ты опять вляпался? Ну, что ты нажми. Ничего, Скот, ничего. Просто так вышло. Это просто произошло. О, роди мое пятно на всю морду. Пошли, я забираю тебя отсюда. Идти можешь? Нам предстоит многое наверстать. Ну, что ты не выбираешься-то, а? Я уже всех обезвредил. Уже безопасно. После второго раза нажимать, тормозить что-то. А мой автомобиль стоит на улице перед этим комплексом. Уже безопасно. Иди туда и жди меня. Мы отвезем тебя в больницу. Спасибо, Скот, спасибо. Ой, братенька, даже братела. Стой, стой, стой. Да я хоть на тебя гляну. Дай хоть... Ладненько, фиг с тобой. Потом налюбуемся, нацелуемся. Что у нас здесь есть? Улики какие-нибудь, а? А нет, вернись к патрульной машиночке. Братька нашли. Братька нашли. Заложник безопасности. Ну, это тоже... А, опять же, вопрос. Почему нашего брата взяли в заложник? Слушай, а ты что моего брата взял в заложники? Тьфу на вас. Тьфу на вас еще раз, Дед Мороз, контуженный. Че? Наш-то брат вроде не богат. Мои родаки с ним. Такие обычные люди, я так предполагаю. Че его взяли-то в заложники? Че случилось? Может, он пытался с ними, типа, контачить? А потом, говорит, не, мне все это надоело. Они тогда его посадили тоже в тюремку. Типа, ну, не отсвечивай тогда, не мешай нам творить наши грязные делишки. Курлы-курлы. Курлы-курлы. Слышь, вороны поют. Говорит, еда будет. О, дурачок, я вперед тебя пришла. Джакуля! Джеки, стой! Идет, идет. Ну, давай я вперед него. Видишь, какой наш братик. Я с него одного роста, да? Скажи же. Да, идем, идем, идем. Я с тобой, ты со мной. Пошли поговорим вот с этим Андрюшенька. Андрюша, дурачок, стой. Такой умный пацан, в очках. Ну, как ты попал? Как ты в это попал? Объясни мне. Ну, ты что, не знаешь, что нельзя с чужими разговаривать и в чужую машину садить? Спасибо, говорит, вам. Вы спасли мне жизнь. Я очень рада за тебя, Андрейка. Я до сих пор не могу поверить, что мой отец не хотел платить. Да он в Мексике был-то. Ну, нет, неслись на него. Чертов скряк. Зарабатывать деньги на эти свои автомойки для грузовиков и... Извините еще раз, большое спасибо, Андрюша мой, а. Бедненький, папанька бросила. Говорит, ну сколько можно за тебя платить? То в стриптиз-баре, то в залог в полицию вносить. То, блин, теперь тебя похитили. Говорит, поеду лучше на песке мексиканский отдыхать. Давай с тобой, Джеки, поговорим. Скут, я не знаю, как тебя благодарить за то, что ты нашел меня и вытащил из этой передряги. Смотри, реально родимое пятно у нас, а. Отмеченный. А не думай об этом сейчас, мы едем в больницу. А все, да? Так нас мамкой различала. Мы же близняшки с нашим Джеком. Вот, у него родименькое пятно вот здесь на щеке, а у меня нигде. Я чистая, красивая, поэтому меня больше, блин, любили. Пустите меня, ну чего вы... Зажали, дурачки. Завершаем миссию. Мне понравилось. За все время 15 человек огрохнуло. А что нет? А, попытаться проникнуть на крышу, проверить, есть ли там связь. Я не успела, я пошла за мужиком в ловушку. Ловушка звала меня, я в нее пришла. Наша полиция отлично справилась. Похитители наказаны, заложники освобождены. В честь образцовой полицейской акции наша местная группа «Радостный сумбур» в голове написала музыкальную композицию с захватывающим названием «Похить меня, освободи меня, не проси никого оплатить». Приедут копы и хорошенько вломят себе. Далее. Находчивый полицейский. То есть, как не вызвать подкрепление и справиться в одиночку. В ходе операции на заброшенном заводе полицейский забыл вызвать подкрепление. Всю операцию он провел в одиночку, а потом пытался засунуть всех арестованных преступников в одну патрульную машину. Как сообщило его начальство, я не знаю, как умудрился так сделать, но он запихал трех взрослых мужиков в один тесный багажник. Все должны брать с него пример. А я объясню. Они просто в горизонтальном положении, в горизонтальном положении напластовались друг на друга. Я просто вот это, чемпион Тетриса. Брошенный автомобиль является вещдоком по делу похитителей. Один из полицейских прибывших на место происшествия обнаружил автомобиль, который использовался для похищения людей. Эксперты изучают, сколько подобных случаев может быть связано с этим автомобилем. Что-то у нас сейчас должно еще открыться, да? А, все? Блин, ребята, это все. Авторы. Авторы молодцы. Авторы супер поработали. Даже прям как-то маленько. Прям как-то даже маленько. Назад это куда? А вот если нажму продолжить, куда меня приведет? Ко всему выполненному. Смотри, везде желтенькие огонечки. Это было классное приключение на службе полиции. Мне понравилось. Мы все круто расследовали. Все задания были интересные. Они были где-то такие замысловатые, где-то простенькие, где-то надо было подумать, где-то просто постреляй, где-то кайфуй, где-то думай. Плюс ко всему была какая-то общая цель, да, наш брат. Она не сильно была раскрыта. Ну, то есть мы знали, что мы ищем брата, но нам особо никаких наводок не накидывали. Никакой предыстории не давали. Но был брат, мы его искали, мы его нашли. Конец. Конец-то был, да. И он был завязан на семейных узах, что хорошо. Говорит о том, что не надо бросать своих родных. Ищите до победного, обязательно найдете. Надеюсь, может быть, будет какое-то еще продолжение, какие-то новые главы, какие-то новые задания. Я бы с удовольствием поиграла. Я всегда, когда заканчиваю игру, я на подъеме. Мне все нравится, я на позитиве. Это правда была очень классная игра. Было интересно. Надеюсь, тебе тоже понравилось. Я получила колоссальное удовольствие. Надеюсь, ты тоже. Поэтому, пожалуйста, подержи лайком, пиши комментарий, подписывайся на канал. Встретимся в какой-нибудь следующей потрясающей игре. Наша служба не заканчивается. Пока-пока. 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 Продолжение следует...